Аминь. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Благословением первенцев эпоху Ду-Сотристоси семи стран восстановим десять тысяч верующих. Сегодняшняя тема — «Я прославлю тебя предачами всех людей». Давайте скажем, «Я прославлю тебя предачами всех людей». Значит, Господь, Он будет давать нам ответ в течение всей нашей жизни. Это то благословение, которое я благословляю с вами Господа, чтобы вы могли проверять в течение всей своей жизни. Значит, что для нас является благословение, завоевание Ханана. Вот мы с вами через книгу Иисус Навина смотрим за завоеванием Ханана. Вот самая главная тема книги Иисус Навина — это завоевание Ханана. Вот израильский народ 400 лет находились как рабы в Египте. И вот они вышли из Египта, но это не было еще полное освобождение, потому что Бог для них приготовил завоевание Ханана. То есть, мы с вами, получившие спасение, обязательно, это то благословение, которое нам необходимо наслаждаться. то есть, нам, которые получили спасение, Бог дает ответ и благословение всемирной евангелизации. И для того, чтобы мы могли наслаждаться этим, есть то, что необходимо обязательно делать. Итак, что это? И вот, это то, что необходимо найти через сегодняшнее слово, я благословляю вас на это именем Господа. Вот, во время нашего жизненного пути есть различные проблемы, а также есть вот различные препятствия в нашей жизни. Но, Господь, вот, как Он делает так, чтобы мы это превзошли? Как Он делает так, чтобы мы это завоевали? Вот, через сегодняшнее место из Писания мы с вами можем найти ответ на этот вопрос. Вот, мы с вами пока мы сойдем на этом жизненном пути, есть то, чего мы не хотим, но приходит в нашей жизни. Трудности, обстоятельства. Но вот эти препятствия и трудности, когда мы с ними сталкиваемся, вот, как вы решаете вот эти трудности и препятствия? Ну, вот, есть люди, которые получают стресс от этого и опускают руки потом. А некоторые люди, они хоть и получили стресс, но они до самого конца, они не останавливаются. То есть, вот они вот так вот живут, как будто они сейчас вот-вот умрут. Но в итоге, вот, такие люди, они сами того не замечают, вот их жизнь становится больной жизнью. вот те проблемы и то будущее, те препятствия будущие, которые пред нами, это не проблема для нас, это для нас возможность испытать Божье действие. Вот, если посмотреть на сегодняшнее место расписания, которое мы с вами прочитали, седьмой стих так сказано, а десятый стих сказано, «И узнаете, что среди вас Бог живой». Действительно так, Бог живой. То есть, уходку в нашей жизни есть трудности, препятствия различные, но Бог все равно, но Бог нас благословляет через это. то есть, Бог, Он позволяет нам испытать, испытать, что Бог, Он живой в нашей жизни. Вот, если посмотреть с 11 по 13 стихи, то сказано, что, вот, 11 стих особенный, что «Ковчег завета всей земли, ковчег завета Господа всей земли предупредит вами». То есть, говорится, вот, 13 стих, также «Владыки всей земли». То есть, Господь, Он управляет всей землей. Бог, Он всемогущий. И вот этот живой Господь, Он с нами пребывает. То есть, наш Бог не мертвый Бог, не Бог прошлого, а сейчас живой Бог, пребывающий с нами. Это действительно так. Поэтому проблемы, обстоятельства, препятствия, все это в итоге Бог, Он допускает, чтобы вы стали духовным саммитом. Поэтому желаю, чтобы вы ухватили за это духовное благословение. Это и есть главная тема сегодняшнего месяца Писания. «Я прославлю тебя предачами всех людей». То есть, даже если есть проблемы, препятствия, живой Бог, который Бог, владыка всей земли, более того, в вот этих трудностях и обстоятельствах Он сделает тебя духовным саммитом. Поэтому, вот, прежде, давайте с вами посмотрим, что значит для нас событие Иордана. Вот о чем это событие Иордана говорит нам. Давайте посмотрим. Это первое. Значит, Бог, Он дает слово Божьему народу, обещанию. И обязательно Бог, Он это слово совершает. Поэтому, события Иордана, это событие, когда Бог совершает свое слово. Значит, Бог ведет израильский народ в Ханан. И препятствие, чтобы пойти в Ханан, это Иордан. Но, но Бог, Он обязательно должен совершить слово, что Он ведет израильский народ в Ханан. Поэтому, Бог, Он допускает вот это препятствие, чтобы все-таки показать, что Он совершает слово. Значит, вот, израильский народ, какие бы ни были препятствия, они в любом случае вошли в Ханан. Вот мы видим, сначала Бог призывает Авраама и говорит, иди в землю, которую я укажу тебе. И потом, что такое исход? Вот, израильскому народу надо войти в Ханан, но они сейчас рабы, поэтому Бог освобождает их из рабства. Вот это исход. А что такое книга Левит? Значит, Божий народ входит в пустыню и начинает Богу преподносить богослужение. То есть, говорится о благословениях богослужения. Вот это есть книга Левит. А что такое числа? Перед тем, как войти в Ханан, народ Божий, он идет подсчет численности народа Божьего, и вот они распределяют землю Ханан. И потом в Таразаконе. То есть, Бог говорит то слово опять и готовит их к завоеванию Ханана. А что такое книга Иисуса Навина? Значит, это уже есть сам процесс вхождения израильского народа в землю Ханан. Поэтому Ветхий Завет весь, он полностью говорит о Ханане. А что такое Ханан? Ханан это земля, куда придет Мессия, наш Мессия, который решит все проблемы нашей жизни. А что такое тогда Новый Завет? Значит, вот Иисус Навин, Он держался в Завет, завоевал Ханан. А что такое Новый Завет? Господь Христос пришел, совершил спасение и дал нам Духа Святого, чтобы мы совершили всемирную евангелизацию. Поэтому Новый Завет это что такое? это Христос и всемирная евангелизация. Поэтому те, кто держатся за Завет Христа, обязательно Слово говорит, что Бог через них совершит всемирную евангелизацию. Поэтому Завет, который Бог нам дает, это Христос и всемирная евангелизация. Это содержание нашей жизни веры. Христос и всемирная евангелизация. Это направление нашей жизни. Христос и всемирная евангелизация. Это должно стать целью моей жизни. ради чего мы зарабатываем деньги ради чего мы учимся ради чего мы так трудимся вот в чем направление нашей жизни необходимо чтобы направление жизни стало Христос всемирной евангелизацией чтобы чадо Божие правильным образом наслаждалось Божьим Богоссенними поэтому те чадо Божие которые держатся за Христа как они могут совершить всемирную евангелизацию значит так же само в книге Иисуса Навина как те кто держались за завет Ханана могли завоевать Ханан значит пока израильский народ двигались в Ханан были трудности и в пустыне были трудности и потом мы видим Иордан препятствия то есть много трудностей было на пути Ханан но то есть вот эти трудности это те были трудности которые израильский народ сам не мог решить то есть своей силой невозможно было это решить то есть постоянно Бог допускал такие проблемы которые человек сам которые израильский народ сам решить не мог ну вот и вот одна из проблем это рабство вот израильский народ 400 лет находились в рабстве значит как они могли выбросы сами не могли и вот но тем не менее Бог Бог их выводит потом они идут идут в пустыне 40 дней как можно идти в пустыне 40 лет это невозможно но Бог делает так что они идут и потом Ханан Ханан было невозможно завоевать но Бог говорит что они завоевают поэтому вот эти все трудности которые были перед входом в Ханан это трудности которые израильский народ сами не могли решить вот это действительно так оно и происходит вот мы с вами вот есть люди которые говорят вот надо просто усердно делать надо усердно жить прилагать усилия послушайте ну было бы хорошо если так получилось но но это наши мысли вот если посмотреть вот Исайю 53 глава то сказано что наши мысли и Божьи разные Божьи пути и наши разные то есть у Бога Божьи мысли они выше наших мыслей и Божьи путь по сравнению с нашим путем более широкий и совершенный поэтому вот все эти трудности с которыми мы сталкиваемся на этой земле Бог Он дает нам потому что они нам нужны вот та же самая те проблемы которые были перед израильским народом перед вхождением в Ханан они нужны были они нужны были поэтому Бог их допускает и вот мы видим так же самое Иордан это Бог допускает эту проблему значит вот мы видим израильский народ стоит перед Иорданом потом перед другими трудностями но Бог Он говорит что это для вас не проблема то есть то есть Бог Он специально допускает это чтобы они испытали Бога то есть это было и в пустыне и сейчас так же перед входом в Ханан Иордан поэтому что это за событие Иордана то есть это событие когда Бог показывает знак знамение что Он не живой и Он вместе с Израилем то есть то есть вот мы видим что вот когда они встретились с этой Иорданом тогда они испытали что Бог Он всемогущий что Бог Он живой то есть это событие которое будет для них как будто как гарантия гарантия что и в будущем Бог будет совершать все действовать свои силы поэтому мы с вами которые получили призвание от Бога то же самое какие бы ни происходить события это все Бог допускает чтобы мы поняли что Бог нас защищает Бог нас Бог наш спаситель и в вашей жизни что это за трудности подобные вот этой реке Иордан вот мы с вами потом будем продолжать смотреть книгу Ханан и книгу Иисуса она видна и там в шестой главе это Иерихон Иерихон город Иерихон то есть вот эта вот эта тьма в нашей жизни то есть в нашей жизни тоже есть тираны тираны глубокие глубокие раны через которые сатана действует то есть сатана через эти раны наполняет нашу жизнь тьмой но а сегодня мы с вами смотрим про реку Иордан а что это за река Иордан это есть это проблема ограничения вот у нас в нашей жизни есть ограничения которые пришли из-за различных ран и вот неверие есть у нас тоже вот тоже выходит неверие неверие просто так оно не не появилось вот неверие это значит внутри меня есть вот эта тьма потом есть наше упрямство вот это тоже все говорит нам о реке о реке Иордан потом наши привычки плохие то есть вот эти все вот эти трудные вот эти все нехорошие вещи которые пустили уже в нас корни через различные обстоятельства вот это все Иордан и если сейчас израильский народ не перейдет Иордан реку Иордан то они не могут войти в Ханан то есть так же самое вот кажется что из-за наших обстоятельств из-за наших внутренних неправильных моментов мы не можем наслаждаться в всемирной евангелизации и ну действительно вот сам израильский народ не могли перейти в Ханан но только веру во всемогущего Бога можно было перейти вот некоторые люди так говорят вот нам необходимо быть смелыми нам необходимо собраться силами ну да это правда но кажется да что иногда перед какими-то обстоятельствами так надо делать но на самом-то деле нет веру нам необходимо иметь что такое вера вера это благодать Божия значит то что я верю сама вера по себе это Божье благословение значит Бог дал нам Евангелие то есть не мы к Богу пришли а Бог Он в одностороннем порядке пришел к нам это есть благодать поэтому вера это благодать это подарок Божий что это за вера это вера в живого Бога а также вера в то что Бог Он и сейчас совершает свой завет это такая заветная вера наша то есть вот вот это подарок вот такая вера это подарок который Бог нам дает значит почему мы говорим что вера это Божий подарок это потому что мы сами верить не можем даже если мы будем сильными даже если будем прилагать усилия мы не можем иметь ту веру которая победит этот мир почему потому что все люди они покинули Бога вот если мы посмотреть Ефесянам 2 1 стих сказано что вас мертвы по преступлениям и грехам вашим и более того Ефесянам 2 2 сказано в которых вы некогда жили по обычаю мира по воле князя господствующего в воздухе действующего ныне в снах противления и мы с вами были Ефесян 2 3 дети гнева Божьего то есть мы отошли от Бога мы не могли встретиться с Богом мы не могли найти Бога в нашу жизнь вот таким нам вот такие мы даже если мы будем иметь силу будем иметь храбрость ничего не получится получится победить мир только веру которую Бог дает и когда мы с вами держимся за завет Божий тогда Бог дает нам завет а тогда Бог дает нам веру поэтому все начинается с того момента когда мы с вами держимся за Божье обещание за Божий завет поэтому все начинается с верой и тогда Бог Он будет действовать в нашей жизни давайте скажем завет держаться за завет это начало всего давайте так скажем да действительно значит завет Он Бог Он сам дает сам совершает сам ведет нас поэтому когда мы с вами держимся за Божий завет это является началом всего вот так же само Бог послал нам Духа Святого это Дух Святого сейчас вместе с нами прибывает и вот сейчас Он Бог совершает Свой завет и Он показывает нам это а как это Бог совершает Свой завет вот Бог Он послал даже Христа это тоже доказательство того что Бог совершает Свой завет и Духа Святого Бог послал это тоже есть доказательство того что Бог Он сейчас совершает Свой завет поэтому откуда начинается начало начало всего это когда мы держимся за завет Божий Значит, невозможно было Иерихон завоевать своей силой, но верою в то, что Бог это совершает, а также такой верой они перешли Черное море, они шли по пустою, и Иордан так же само. Верою они могли перейти Иордан, то, что Бог, Бог Он что совершает. Вот это есть вера. Вот вы так же само, вот вы слушаете воскресное слово. Это непростое слово. Значит, во время кафедрального слова, я прошу прощения, но мы не говорим, как стоит хорошо отношение, как продвигаться в этом мире, как жить хорошо. Значит, через кафедру передается только Завет Божий, только Слово Божие, потому что это является началом всего. Поэтому вот начало, чтобы Бог меня ввел, направлял, это есть Слово Божие. А вот те люди, которые это не испытали, наверное, им тяжело приходить в церковь. Почему? Потому что приходишь, такое ощущение, как будто об одном и том же говорят. Вот я тоже, я сегодня, вот я провел первое служение и вот начал готовиться ко второму, и вот у меня такое в сердце появилось, о, наверное, я сегодня такое же послание говорю. То есть, получается, я как бы настраиваюсь на новое послание, но в моем сердце такое ощущение, как будто, ага, наверное, опять такое же Слово. Но интересно, что верующие, они хоть и слушают якобы однаковое Слово, но обретают силу, благодарь получают. Значит, у нас с вами внутри есть внутренний человек, и каждый раз, когда он слушает Слово, он обновляется. То есть, вот если я слушаю постоянно Слово, я сам того не замечаю, может быть, мой внешний человек леет, но внутренний мой человек обновляется постоянно. Поэтому, вот вы тоже, чем больше будете слушать Слово, тем больше вы будете осознавать Завет, то тогда вы постоянно будете обновляться. Даже если вы 10 лет будете слушать похожее Слово, вы будете обновляться. Ну, поэтому путь для нас это какой? Быть внутри Слова. То есть, для нас путь жизни — это всегда быть внутри Евангелия. Поэтому мы слушаем Евангелие. А если у нас какие-то тяжелые обстоятельства, мы еще больше сосредотачиваемся на этом Евангелии. И тогда я сам того не замечаю, как вот эти все мои трудности, подобные Иордану, я их превосхожу. Вот это называется Завет. И сегодня Завет, за который надо держаться. Значит, ну, послушайте, в этом мире, да, конечно, есть трудности, человеческие отношения. И вот для того, чтобы найти ответ на те вопросы, идите в мир и там ищите. Но здесь, через кафедру, что произошло? Только Завет, который действительно нужен нашей жизни. И вот, послушайте, через какие бы вы ни происходили, проходили трудности, я благословляю Семью Господу Иисуса Христа, что вы через Завет проходили эти трудности. И второе. Тогда как можно перейти эту реку Иордан? Как перейти реку Иордан? Вот мы с вами вот сегодня видим первые и вторые стихи, мы видим, что израильский народ, Иисус Навин, они не переходят Иордан и три дня находятся еще возле Иордана. Написано, ночуют там. И второй стих сказано, что через три дня надзиратели пошли по стану. То есть вот эти лидеры простых верующих, то есть вот эти вот надзиратели пошли, и они начали передавать Божье Слово. Вот в третьем стихе видно. Как мы перейдем? Он говорит... То есть о чем говорит это? Вот в церкви тоже есть лидеры простых верующих. Лидеры, слушатели. Вот сначала таким лидерам, слушателям необходимо обретать силу. То есть необходимо получать силу и ответы через воскресное Слово. Только тогда народу Божьему можно передать Слово. Только на местодействие можно передать Слово. Детям можно передать Слово, потомкам. То есть тогда получится поднять ремнантов и завоевать все места действия. Поэтому вот сначала вот эти те служители в церкви, им необходимо сначала получать силу. Вот если мы тоже посмотрим с вами исход 14 главы, то мы видим, что 12 надзирателей, 12 шпионов идут в землю Ханан, чтобы проверить землю. И вот они приходят и дают отчет. 10 и 11 проявили неверие. А только двое сказали, что все получится. То есть та же самая в церкви, служители, которые стоят, которые впереди идут. Сначала получайте благодать сами. Получайте силу сами. Только тогда можно церковь спасти, место действия спасти, потомков спасти. Вот по-настоящему исповедуйте ведру. И для этого необходимо самому Слову получать. Потому что вот эти надзиратели, они народу передавали Слово. То есть только получив Слово, можно передавать Слово. Вот если вы по-настоящему получите Слово, тогда вот у вас появляется духовность, которой нет у людей этого мира. То есть Бог дает силу. И вот внутри этой духовной силы тогда мы можем, что правильно все делать, получить мудрость от Бога. И здоровье появляется также. А также появляется сила для того, чтобы иметь материальную, физическую и человеческую силу. То есть говорится о том, что нам необходимо восстановить духовность. пять сил необходимо восстановить. Духовную, мудрость, здоровье, финансовую, силу человеческую. Потому что, когда мы восстанавливаем духовность, тогда пять сил восстанавливаются. И сила появляется, и появляется сила даже материальная, и сила вести людей. То есть все есть. Поэтому те, кто идут впереди, обязательно необходимо иметь духовную силу. Но что важно? Вот в воскресный день получать слово силу, вот тогда мы начинаем видеть Божий план. Вот это важно. Вот я считаю, что вот это необходимо. Вот это есть человеческая сила, которую я считаю. Да, конечно, есть человеческая сила, это в мире, управлять людьми, управлять и так далее. Но самая настоящая духовная сила откуда приходит? С Божьего Слова. Вот все наши лидеры простых верующих. Да, конечно, необходимо иметь морально-этическую человеческую силу, но прежде этого необходимо внутри Слова держаться за Божье обещание, и тогда получить духовную силу. И с этой силой можно спасти всё. А, действительно, теперь можно так подумать, а действительно, теперь необходимо иметь вот эту силу человеческую. но это не какая-то там мирская, материальная, земная человеческая сила. Это сила, которая приходит из Божьего Слова, и когда мы видим Божий план. И вот даже если вы слабы, имеете недостатки, но если вы ухватитесь за Божье Слово, тогда обязательно появится вот эта сила человеческая. Поэтому та же самая все наши служители, все лидеры простых верующих, вот вы по-настоящему обретите силу от Бога. То есть, внутри Евангелия придите к заключению в Евангелии, и тогда вы сможете действительно по-настоящему стоять впереди. И да, конечно, у нас есть слабости свои, и тем не менее, но это не имеет значения. Если обретём вот эту силу от Бога, тогда получим вот эту настоящую духовную силу, и сможем стоять впереди. То есть, нам многого иметь и надо. Надо вот иметь духовное знамя, стоять впереди, и тогда будет церковь, потомки, и весь мир оживать будет. И весь мир будет завоёван вот этой силой человеческой. Потому что вот вы стоите впереди. мне немножко неудобно об этом говорить, но в церкви есть различные всякие вещи, которые происходят. Я прошу прощения, но я когда иду домой, я об этом вообще не говорю. Почему? Потому что у меня всегда мысли, стоит вообще об этом сейчас говорить. То есть, я просто что-то услышал, я за это молюсь, у меня есть ответ относительно этого. И я думаю, вообще стоит ли об этом говорить. Поэтому я вот дома, к примеру, жене своей не говорю об этом. Значит, потому что и в церкви, и дома я понимаю, что ну вот будет ли это польза для потомков? польза будет ли это польза для верующих, для моей семьи, если я буду говорить вот эти всякие вещи, которые происходят. Послушайте, вот очень важно те люди, которые стоят впереди. То есть, имея духовную силу, если вы будете стоять впереди, тогда вот вы, тогда вот благодаря вам будут многие ученики подниматься. Вот такое благословение придет. вот это то, что необходимо иметь лидером и лидером простых верующих. И второе, как тогда, как тогда, как перейти Иордан? Второе, следуйте за Ковчегом Завета. Вот если посмотрим с вами 11 стих, и вот Ковчег Завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. Вот в Ковчеге Завета было три вещи. Вот, то есть, вот эти были три благословения, которым чадом Божиим необходимо наслаждаться. Первое, это скрижали. Скрижали. И потом посох Аарона. Посох Аарона говорил о силе Божьей. И потом была манна, манна, которую Бог давал из народа в пустыне. То есть, эта манна говорила о том, что Бог обязательно народу Божьему обеспечивает всем необходимо. И, да, вот первое посох, второе манна, и третье, это скрижали с десятью заповедями. Вот эти десять заповедей мы с вами можем соблюсти? Бог знает, что мы не можем соблюсти эти заповеди, поэтому Бог отправляет Христа. Поэтому Христос говорит, все совершилось. Поэтому для нас Евангелие это держаться за завет Христа. Поэтому что сказано? Следуйте за ковчегом заветом. Что это значит? поскольку нами ничего не получается и у нас ничего не получается, то Бог, Он впереди нас идет. То есть, впереди нас идет Слово. То есть, Бог, Он идет впереди и совершает Слово. Поэтому что такое жизнь веры? Не я впереди иду, А я испытываю и наслаждаюсь действием Бога, который действует впереди меня. Вот это есть жизнь веры. То есть, когда я наслаждаюсь тем, что Бог совершает, испытываю то, что Бог совершает, вот это есть жизнь веры. И вот если мы посмотрим с вами книгу пророка Михея, Михея, 2.13 сказано, что перед ними пойдет стен нарушитель. То есть, Господь идет впереди. И вот вы тоже помните, вот я желаю, чтобы вы посмотрели на это в течение одной недели, впереди всегда должен идти Ковчег Завета. То есть, сам Бог должен идти впереди. Вот тогда мы сможем одерживать победу. Поэтому отныне вы не идите впереди Ковчега Завета. Я желаю, чтобы всегда слово шло впереди вас. А вот люди слушают ложь в этом мире. И вот в этом мире столько много говорится разного, а люди даже не проверяют, подлинно это слово или нет, ну просто принимайте его. Но не следуя за Божьим Словом. Значит, Слово Божие, оно живое, действие, оно и сейчас совершается, оно неизменно. Вот это Слово Божье. А есть слова других людей в этом мире. Слова людей, которые сами разрушены в жизни. Люди, которые наполнены злыми духами. Значит, вот люди слушают слова таких людей, а Божьему Слову не верят. Поэтому, само собой, жизнь, она тяжелая. Поэтому, само собой, жизнь разрушается. и в итоге приходит поражение в жизни. Поэтому, кто угодно, кто будет как бы относиться с предупреждением, то есть, плохо относиться, не внимать Божьему Слову, тот разрушится. Вот, в церкви так же само. В церкви, в церкви не слушайте слова всех людей. Церковь это не место совершенных людей. В церкви, церковь это собрание слабых людей с недостатками. И обязательно сатана будет здесь действовать. Поэтому, поэтому, как, как тогда поступать в церковь? В церкви необходимо не слушать слова людей, а следовать за Словом Божьим. и что необходимо понять? Если церковь потеряет духовную силу, тогда начнет действие сатаны в церкви. И мы видим, что в церкви начнут проходить различные трудности. Значит, церковь должна, как ранняя церковь, обретать силу от Божьего Слова. сосредотачиваться на Божьем Слове. И тогда придет ответ, что сатана, он преклонит колени перед нами. Поэтому, что с ней сказано народу, следуйте за ковчегом, то есть следуйте за Словом. Поэтому, вот возможно, в личном вашей жизни есть трудности, подобные Иордану. Но, если это Слово Божье внутри нас будет, будет давать нам силу, тогда мы не видим тут эти трудности как проблемы. Наоборот, как ответ видим. И наоборот, если у меня не будет силы от Слова, тогда я впадаю в эти проблемы, в эти трудности. То есть, что сегодня сказано? Я прославлю тебя предачами всех людей. Это что значит иметь в виду? Что каждый из нас и церковь наша и лидеры простых верующих воставляю, чтобы все испытывали силу Слова Божьего. Я подытожу Божье Слово. Значит, сказано, что сегодня я прославлю тебя пред всем народом, да? Передачами всех людей. Значит, что сегодня для меня является Иорданом? Что дает мне неверие в моей жизни? Желаю, чтобы вы, смотря в будущее, держа за Божье Слово, вы смотрели на все. Я желаю, чтобы вы следовали за Ковчегом Заветом, и тогда сказано, я прославлю тебя. Я желаю, чтобы вы во время трудностей испытали Божье действие. Благословляю вас именно на это имя Господа. Давайте мы вместе посмотрим на тему молитвы, потом вместе прославим. Значит, тема ученика 70, чтобы найти 70 учеников. Значит, первое, первое, давайте восстановим, помолимся, чтобы мы могли наслаждаться и восстановить веру, веру по слову, чтобы завоевать, чтобы перейти Иордан. Второе, чтобы Господь, Он всегда шел пред нами, то есть, чтобы всегда я мог получать водительство по слову, и я, церковь, и все, чтобы только Евангелием Иисуса Христа мог наслаждаться благословениями и все превзойти. Спасибо.